здравствуйте дорогие друзья коллеги приветствуем вас на канале в икее канале посвященным новым медицинским технологиям и мы с вами продолжаем наш интернет-сериал загрузи здоровье и сейчас мы находимся в четвертом сезоне этого сериала посвященным устройством для мониторинга здоровья сегодняшний эпизод наш будет посвящен фитнес трекером и какую он может принести пользу для здоровья давайте разбираться многие из нас уже достаточно давно используют своей повседневной практике такие несложные устройства как фитнес-трекеры небольшие небольшие такие браслетики которые одеваются на руку соединяется со смартфоном перед очень полезную информацию в предыдущем эпизоде мой коллега максим зеленский рассказал о том как устроены эти приборы а мы сейчас с вами поговорим о том какую медицинскую пользу могут принести для нашего нашего здоровья и так первое что они могут делать это мониторировать физическую активность здесь стоят специальные сенсоры которые определяют как человек двигает руками в течение своего дня и по этой активности может определить следующие показатели это первое количество шагов достаточно очень точно используют технологию для оценки этих количества шагов сразу будем говорить с вами какие норму какую мы что мы хотим достичь когда мы считаем это количество шагов ведь собственно говоря на что количество шагов там пять тысяч семь тысяч это уже для нас не очень значит особо но для того чтобы сохранить нас наше здоровье мы должны с вами понимать к чему мы стремимся так что после каждого пункта я буду говорить какие-то нормы какие собственно говоря предела которых нам желательно находиться чтобы сохранять наше здоровье и так количество шагов по данным в общем то большинство большинства авторов рекомендуется не менее десяти тысяч шагов сутки но если вы активный человек активно себя ведете и хотите все-таки снизить допустим массу телу или наоборот оставаться форме набрать мышечную массу конечно 10000 шагов это немного старайтесь все-таки больше поднимать эту планку и увеличивать это эти количество шагов там 15 17 20 тысяч шагов это нормально для молодого в форме человека который в общем то хочет оставаться таким как и он час на сегодняшний день есть распределение в течение суток это физической нагрузки то есть как человек движется какое количество шагов он совершает в течение дня естественно что для того чтобы оставаться форме надо регулярно или равномерно распределять вот это количество шагов есть специальные такие некоторые фитнес-трекеры допустим прибор актенза он рисует физическую активность в виде некой такой шкалы когда набирается по этой вот значит одно из линий набирается количество шагов мы видим по во времени как это увеличивается не просто видим выбросы этих шагов а видим как мы физически себя двигаемся это кстати очень важный аспект чтобы видеть эти промежутки где мы остаемся достаточно неподвижны что ли или наоборот у нас чрезмерная физическая нагрузка хотя такой на самом деле но из моего личного опыта не бывает следующее это занятие спортом или фитнесом но спон спорт это конечно достаточно жесткий такой экстремальный вид физической нагрузки он направлен достижение каких-то прям спортивных целей мне больше конечно нравится фитнес но собственно говоря иногда конечно же хочется чуть-чуть так по подбавить в общем-то какой-то темпов увеличить и это конечно приводит тому что ты и муж каким-то образом влиять на состояние сердечно-сосудистой системы мышечной системы то есть принципе где-то должна быть грань между спортом и фитнесом хотя некоторые специализированные фитнес-трекеры используют конечно же спортсмены в том числе и для занятий спортом и определение активности некоторые браслеты могут автоматическом режиме находить вид спорта которому сейчас занимаетесь следите на велосипеде бежите или еще каким-то другим спортом занимаетесь даже многие браслеты которые обладают возможностью вода не проникала в них она даже оценивает и и в общем то вашу активность когда вы находитесь в бассейне допустим плывете это очень здорово когда браслеты могут это делать автоматическом режиме но большинство особенно профессиональных браслетов все-таки надо выбрать в ручном режиме какой вы сейчас находитесь какой физической активности вы находитесь каким видом фитнеса вы занимаетесь силовые нагрузки или у вас допустим бега бег бег на начат на беговой дорожке на эллипсоиде или вы просто бежите но это очень важный аспект потому что это эта активность учитывается в дальнейшем и сами можете в какой-то степени увидеть ее оценить и в общем то и приложение специальным умным интерфейсом с умными алгоритмами позволяет вам определить хорошо ли вы это делаете в течение допустим недели следующее это конечно же отсутствие активности это тоже кстати очень немаловажный аспект когда мы с вами с помощью браслета можно определить что мы очень долго находимся в состоянии отдыха с одной стороны это хорошо мы должны отдохнуть с другой стороны в общем то но чрезмерное нахождение допустим на кресле приводит тому что где-то нашем рабочем месте или на диване не знаю на выходных выходные дни приводит тому что в общем то есть возможность у браслета сообщить об этом но через приложение сообщить информацию что вы чрезмерно долго находитесь в каком-то каком-то положении здесь конечно же длительные до больше часа нахождение в одном в одной позиции это неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья собственно говоря вот мониторинг физической активности и дает вот наш браслет такие вот показатели следующий немаловажный аспект что нам дает браслет это мониторинг сна и их фаз но в общем то самое основное наверное это начало сна ну понимаем да помним что начало нашего сна если все все хорошо в нашей жизни а нужно начинаться с 22-23 часа соответственно вечера или ночи кому как как приятно будет в общем то если мы сдвигаем в одну или в другую сторону то общем то в какой-то степени неблагоприятно скажется на состоянии здоровья у нас есть отдельный отдельный отдельное видео посвященное как раз таки нарушение сна и нормы сна можете смотреть на нашем нашем канале окончание сна соответственно тоже то шесть-семь часов это нормальное время для пробуждения человека и наш вот эти вот фитнес трекере позволяют нам оценить эти показатели ну соответственно из этого складывается длительная сна в среднем мы должны спать 8 часов запомните эту цифру это очень очень важно но стоит отметить сразу же что в принципе вот количество часов могут в течение дня в течение вернее недели добираться мы можем добирать эти эти этот сон допустим в какой-то день мы поспали какую-то ночь мы поспали 6 часов какую-то ночь мы поспали там 9 часов это в принципе неплохо может суммироваться в течение недели конечно же если это растягивается на месяц а в начале месяца вы спали 6 потом 9 это не очень благоприятно сказывается но как правило человек больше спит мне меньше спит по продолжительности сна в будние дни потому что но находится в таком активном фазе он работает рано встает на работу поздно ложится конечно же и он в принципе выходные как правило добирает эти эти фазы но тут надо обращать внимание что что нежелательно сдвигать сильно эти фазы ложится позже вставать сильно сильно рано это тоже не очень хорошо у нас есть опять же тоже по этому поводу отдельное видео фазы сна тоже немаловажно оценивать тоже с помощью специальных встроенных фитнес трекер сенсоров определяют могут определить фазы сна то есть фазы сна если очень очень грубо говорить они делятся на глубокие поверхностный стон слон то есть не глубокий сон глубокий сон это когда вы неподвижно лежите и сенсор собственной грани получать никакую информацию с фитнес трекера и это фиксируется это очень важная кстати фаза сна в много очень полезных процессов для организма проходит именно в фазе глубокого сна и в принципе течение ночи вы должны спать где-то один-два часа в фазе глубокого сна иногда это нарушается это тоже при том же сам что в общем положительная сна достаточно нормально но может фаза сна быть не быть глубокого сна ну примеру в этом много спите конечно же вы чаще спите больше в поверхностном сне или что-то вас беспокоит это тоже очень важный аспект и тоже это очень хорошо отслеживать этот показатель но и вставание ночные вставания браслеты могут определить ночные вставания это очень важно с точки зрения того что сутки все-таки сон должен быть без ночных вставаний как правило такой проблемой страдают мужчины у которых есть проблема допустим нас ноктуре и допустим ночным вставанием приду помочиться еще какой-то каким-то аспектом но или допустим женщины которые воспитывают маленького ребенка и конечно он спит по вернее он беспокоится женщина просыпается приходит к нему это тоже конечно неблагоприятно сказывается для женщин на коротком промежутке времени которого духу занимается уходом за ребенка это в принципе более менее нормально но если у человека это часто и он встает больше одного раза или регулярно в течение недели встает несколько раз или один раз в течение каждого дня это не хорошо тут в общем-то надо обратить на это внимание с этим на что-то сделать но обратиться допустим к врачу следующий немалый важный аспект который дает нам фитер стрекер это оценка сеть сосудистой системы но оценка она происходит в первую очередь за счет оценки пульса специальный датчик фотоапплитизмографии который определяет частоту сердечных сокращений обычно это 60 80 ударов в минуту в покое но надо понимать что если человек физически нормально занимается активен то у него пульс может доходить или 48 и 50 то есть в общем то особенно ночью начинает снижаться это нормально кстати показатели за этим надо следить и есть определенные индивидуальные показатели вот в общем-то сокращение сидишь сосудистой системы наши на нашего сердца отдельно есть вариабельное сердечного ритма которая может быть получаться из-за длительной оценки допустим пульсовой волны или электроэлектрокардиографии но яснослужащим гриб о пульсе конечно в первую очередь за счет электрокардиографии и у нас по этому вариабельность речного ритма есть интересный показатель индекс стресса он должен быть в норме от 20 до 130 но это такие вот российские нормы которые утверждены и в общем то если даже меньше 20 там это очень сильно расслабленный человек находится сильно ослаблен скорее всего это есть проблема ну соответственно чем выше 130 и выше индекс стресса тем конечно человек находится либо физическом либо в ментальном стрессе здесь тоже надо разбираться это неблагоприятно влияет на состояние здоровья организма и накапливается все эти проблемы которые могут потом вылиться в какое-то заболевание допустим или нет ненормальное состояние но есть отдельные специальные функции которые могут быть встроены в фитнес-треке вот у меня допустим фитнес-трекер компании актенза вернее называется актенза у него есть электрокардиография есть моноканальная естественно электрокардиография которую можно зажать и получить информацию о состоянии сердца и и электрической активности есть некоторые сенсоры которые вернее фитнес-трекеры которые могут определять значит сатурацию насыщение кислородом кровью тут надо знать точно для себя понимать что если там у вас светится только зеленый свет то как правило все эти расчетные показатели не точны свет который должен определять вот фото плетизмографии сатурацию крови он должен быть красным светом ну и большое количество есть интегральных показателей которые определяют какие-то расход энергии в течение дня надо знать что они не всегда очень точно работают потому что это не прямые показатели которые снимаются с организма это интегральные показатели которые получаются допустим а при оценке физической активности и по определенной формере программное приложение либо сам фитнес-трекер может посчитать вот расход энергии в течение дня это не очень точные показатели можно нишкой на них конечно ориентироваться но более точно ориентироваться это конечно же на первую очередь на физическую активность количество сна пульс это это наиболее самые такие показательные значит информация о состоянии здоровья получена с помощью фитнес-трекера ну и отдельно хочу выделить какую полезную вещь может давать фитнес-трекер фитнес-трекер встроен bluetooth bluetooth это такой специальный маленький сенсор чип который определенение не сенсор а чип который который связывается допустим со смартфоном и этот чип имеет определенные там mac адрес там но и сам прибор имеет определенный уникальный mac адрес и некоторые приборы которые могут считывать вот этот вот сигнал bluetooth могут по сигналу google про определить mac адрес вот этого чипа который встроен в фитнес-трекер и соответственно он уникальный этот этот идентификатор и можно определять кто находится в этой в этой комнате допустим в этом месте где И вот, значит, считывается эта информация. Это очень важно для, допустим, приборов, которые в последующем могут быть использоваться в каком-то коллективном варианте. Например, у весы. Пришли стали на весы, допустим, в семье. И прибор может определить, что, допустим, весы, что это пришли вы. Ваш MAC-адрес должен быть, конечно, известен в базе этих весов или какой-то сервер специальном. И он определяет, что это сделали вы. Ну, с весами еще как-то может быть не совсем очень яркий пример. Потому что весы достаточно сами по себе, вес и состояние нашего организма вычислено с помощью импедансометрии. Это наш паспорт определен, наш идентификационный такой, идентификационная метка. То, в общем-то, если вы пользуетесь приборами, к примеру, прибор, который измеряет артериальное давление. Или прибор, который измеряет, допустим, мочу, делает анализ в домашних условиях. То здесь, конечно, очень важно для системы понимать, кто пришел именно делать этот анализ. Потому что по этим показателям нельзя точно идентифицировать человека. И в данном случае вот этот как раз-таки MAC-адрес, он является идентификационной меткой человека. Это очень хороший инструмент для того, чтобы определить, в общем-то, кто подошел и кто пользуется тем или иным устройством. Ну и подводя уже какие-то определенные итоги, как врач, хочется сказать такие какие-то показания к применению фитнес-трекера. Хотя это, конечно, очень такой вопрос размытый. Но пусть будет это так. Я его назвал показания. Кто может пользоваться этим фитнес-трекером? Ну просто люди, которые здоровые и хотят оставаться здоровыми. Это для них здорово для того, чтобы оценивать свою физическую активность каким-то образом. Ее отслеживать в течение дня изменения. Ну не как-то геймифицироваться. Иногда некоторые фитнес-трекеры и приложения позволяют соревноваться друг с другом кому-то. Что там какие-то люди, допустим, у Антрек есть такая функция, есть у Гармин и у других таких фитнес-трекеров и приборов. Это очень хороший способ для того, чтобы человек оставался здоровым, собственно говоря, если он хочет оставаться здоровым. Но я не знаю, кто бы не хотел оставаться здоровым. Ну, те люди, которые активно занимаются спортом, занимаются фитнесом, для них это прям очень хороший инструмент для того, чтобы оценить свою физическую активность. Особенно оценить пульс, частоту его, допустим, при выборе соответствующих зон, в которых он находится во время тренировки. Это анаэробная, аэробная зона. Это очень-очень важно. Но это тема отдельного выступления. Третья группа людей, которые могли бы пользоваться фитнес-трекерами, это люди с хроническими заболеваниями, у которых есть, допустим, сахарный диабет, артериальное давление, другие заболевания сердечно-сосудистой системы. Многие дыхательные, допустим, заболевания дыхательной системы, урологические, андрологические. В общем, достаточно большое количество людей, у которых есть хроническое состояние, и любое хроническое состояние, в общем-то, оно очень сильно сказывается на состоянии общего организма, и очень важно оценивать, как, в общем-то, наш организм находится в балансе с этим своим заболеванием. Сколько оно ушло, насколько оно, наоборот, находится под контролем. И для людей, любым хроническим заболеванием, пожалуй, так можно одеть этот фитнес-трекер. Отдельное есть показание такое, которое я выделил в отдельную, вообще, в принципе, группу, это, так называемый, уход или забота. То есть, в принципе, этот фитнес-трекер не обязательно можете вы использовать. Этот фитнес-трекер может использовать, допустим, ваш близкий, родственник или пациент, допустим, который находится в лежачем положении, и которому очень важно дистанционно, допустим, замерять какие-то показатели, их отсылать на сервер и дистанционно оценивать эти показатели. Но не всегда мы можем находиться все время с нашими близкими. И, допустим, вот у меня мои близкие находятся достаточно далеко, за полторы тысячи километров, и мне очень интересно, конечно, состояние моих близких, моих родителей. И, конечно, если у них такой есть браслет, есть возможность через приложение отследить, какой у них пульс, какая физическая активность. То есть, это было бы очень-очень-очень здорово, очень полезная функция, как, собственно говоря, и уход за какими-то тяжелыми больными, которые даже находятся в лежащем состоянии. Ну, отдельно, как уролог могу выделить, это ноктурия, это ночное вставание, когда, допустим, в первую очередь мужчин, да и женщины тоже страдают какими-то заболеваниями, гиперактивные мочевые пузырия, дыновые опциальные железы и так далее, и так далее. И вот ноктурия, оценка ноктурии, ночных вставаний, это важный контрольный такой для нас замер для того, чтобы определить качество назначенной терапии, проводимой терапии, результаты ее. Ну, и нарушение сна, конечно же, это понятно, очевидно. Все люди, которые страдают инсомнией, допустим, бессонницей или там поздним засыпанием, это тоже очень хороший параметр для того, чтобы отслеживать и передавать, может быть, информацию своему врачу, ну, или самому быть очень внимательным со своему состоянием здоровья. Но на самом деле, я тут написал еще и др, то есть и другие, их очень может быть много других показаний, со временем будет становиться все больше и больше, по мере того, как будут развиваться технологии, которые позволяют оценивать вот эти вот показатели, которые, базисные показатели фитнес-трекера, могут встроиваться специальные какие-то функции, допустим, оценка каких-то там, допустим, электрической проводимости или влажности кожных покровов, это тоже очень важные показатели, которые могут со временем увеличиваться вот в этом фитнес-трекере, полезную информацию для того чтобы оставаться здоровым спасибо большое специально для канала эвакея до свидания до следующих встреч